Всем привет! Добро пожаловать на блок разработки номер 4 для Gidonia 2. Сегодня мы поговорим о различных режимах игры, которые я планирую добавить, а также о моих планах для подземелий и эндгейма. В первой гидонии было три режима. Главный открытый мир, режимы арены и случайно генерируемые подземелья. Для каждого из них нужно было создавать отдельных персонажей и иметь раздельные сохранения. Во второй гидонии все игровые режимы будут иметь общий тип персонажа, так что вы сможете играть в любом режиме с любыми вашими персонажами, а также присоединяться к играм других игроков. Перед тем, как я начну говорить о самих режимах, я хочу сказать, что количество игроков в каждом режиме ограничено количеством на русский на сеть во время игры, так как вторая гидония будет иметь соединение клиент к клиенту, то в некоторых режимах игры из-за большого количества NPC на экране, количество игроков будет ограничено. Я также хочу сказать, что пока что все это еще в разработке, и конечно же все еще может поменяться дальше в будущем. Ну а теперь давайте поговорим о режимах игры, которые планируются для гидонии 2. Первым режимом, естественно, будет главный открытый мир в игре. В этом режиме вы будете исследовать мир гидонии 2, выполнять квесты и проходить главную сюжетную линию, исследовать различные подземелья, в общем, самое главное в игре. Количество возможных игроков будет варьироваться одного до четырех, и сложность и награды будут подгоняться под количество игроков на сервере. Вторым режимом будет режимы арены. В этом режиме я планирую иметь до пяти игроков в игре, которые будут сражаться с волнами монстров с постоянно увеличивающейся сложностью. В отличие от первой игры, нельзя будет купить экипировку в этом режиме, и нельзя будет получать какой-либо опыт со врагов. Так что этот мод будет больше для тестирования различных билдов вашего персонажа, а также проверки, сколько волн вы сможете выдержать, также получить, возможно, кое-какие косметические награды. А количество и мощь врагов в этом режиме также будет подгоняться под количество игроков на сервере. Третий режим будет называться Вечное Подземелье. Этот режим будет представлять из себя огромное эпичное подземелье, в котором большая группа игроков будет сражаться с эпичным боссом. По сути, моя версия рейда из ММО. Я планирую иметь до 8 игроков в игре в этом режиме. Сложность босса не будет подгоняться под количество игроков. Она будет всегда фиксированной, но каждый босс дальше по подземелью будет все сложнее и сложнее. Первая группа боссов будет создана для группы около 8 игроков уровня примерно 30-35. Это значит, что их можно будет победить также, например, четырьмя игроками с уровней 50-м, или, например, даже одним очень крутым игроком в крутой экипировке. Вам никто не запрещает пробовать этот режим в синглплеере, так что выбор за вами. Конечно, босс вас, скорее всего, размажет, но зато будет как Dark Souls, правильно? Ну и последним режимом будет городская площадь. По сути, это будет хаб, в котором игроки могут встретить других игроков, поторговать, сравнить своих персонажей и просто пообщаться. Я планирую добавить несколько небольших мини-игрок туда, а также планирую достичь хотя бы 15 игроков в этом режиме. Одним из лучших типов контента в первой гиддоне были различные подземелья в игре. Одни из моих самых любимых и самых сложных механик, которых я когда-либо делал за всю свою карьеру в разработке, были там. Например, пустынный храм, в котором я, по сути, сделал несколько слоев подземелья, наложенных друг на друга, и активировал один из них в зависимости от текущего знака, выложенного в данный момент игроком. Должен сказать, что тестировать эту вещь было настоящим кошмаром. Не могу даже пересчитать количество раз, когда жуки появлялись не в тех слоях и атаковали меня из стен. Во второй гиддоне я планирую продолжить такой подход к разработке. Каждая подземелье в игре будет сделана вручную, с уникальными механиками, загадками, врагами и сюжетом. Однако, я также планирую добавить способ переигрывать эти подземелья на более высоких уровнях с увеличенной сложностью и лучшими наградами, а также некоторым уникальным контентом. Например, возьмем подземелье в начальной зоне. На старте у вас будет такая каменная табличка с слотом для руны. Вы проходите базовую версию подземелья на уровне где-то 5-7, и идете дальше играть. Затем, на уровне где-то 40, вы сможете скрафтить, либо получить эпическую руну. Которую затем вы можете вернуться и вставить в этот слот. И подземелье переродится с новыми более сложными боссами, новым лутом, новыми врагами или даже новыми ранее скрытыми ветками подземелья, которые откроются с уникальным контентом или даже сюжетом. У каждой руны будут уникальные свойства. Например, руна огня может не только открыть сложных боссов, но также создать различных огненных элементарий по всему подземелью, или создать лаву в некоторых местах, делая платформинг гораздо сложнее. Конечно, эта идея не новая, но я все еще думаю, что с хорошей реализацией и с большим количеством уникального контента для каждой сложности, это может сделать эндгейм в игре гораздо более увлекательным. На сегодня все, друзья. Спасибо за вашу поддержку. Ждите новых блогов и подписывайтесь на канал. До свидания.